Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Mercedes-Benz GLA200 2014 года выпуска двигатель 1.6 автомат, передний привод пробег на автомобиле 42 тысячи километров, заменен на нем масло в двигателе, воздушный, салонный и масляный фильтр поднимаю автомобиль по уровню все нормально откручиваю торксом Т25 4 самореза крепления крышки воздушного фильтра открываем ее и вытаскиваем фильтр пыльный, грязный, но не забитый берем, продуваем затыкаю тканью воздухозаборник сверху чтобы грязь пыль не попадала и продуваем эту пыль втаскиваем ткань берем новый фильтр новый фильтр оригинальный А270-094-00-04 и укладываем его на место по периметру поправляем резинку чтобы прилегание было нормальное и закручу делаю сначала оборот назад у нас саморез попадает в свое место посадочное и потом уже закручиваю и на где у нас находится это стğ с пыль и на 20-30-10-30-ть и Сильно не перетягиваем, чтобы не срывать резьбу, иначе потом придется менять корпус. Открываю и сливаю масло. Снимаю вот эту большую пластиковую защиту, откручиваем болты и опускаем ее вниз. Головка на 8. Это не болты-саморезы. Открутил 7 саморезов, сдвигаем защиту назад. Вот у нас пробка слива с картера. Ставлю касс. Ключик на 13. Слива слива слива. Какую длинную пробку придумали. Вот такая длинная. Сливая масло. Пока стекает масло, здесь вот посмотрел, потение такое, не подтеки, вот именно потение. Датчик уровня масла под прокладку подпотевает и на поддон растягивает. Пока ничего делать не будем, а дальше посмотрим, как он себя вести будет. Немножко 200 грамм свежего свежего масла сверху налил. Вот сейчас оно протекет. Закрываю пробку, опускаю и меняю фильтр маслом. Закрываю пробку. Для чего такую длину придумали, непонятно. может быть для того, чтобы люди не рвали дюраль-алюминиевые поддоны при затяжке. Смываю подтеки. Смываю подтеки масла. Ставлю защиту и опускаю Головкой на 27 мм откручиваем колпак масляного фильтра На колпаке указано 25 нм плюс 5 Головка на 27 мм Затянули его, конечно, больше, чем 25 мм Беру емкость И снимаю фильтр Устанавливаю новый Новый фильтр будет оригинальный А270-180-0109 Вот такой идет фильтр Как и на ландроэр Фильтр идет фирмы МАН Идет три уплотнительных кольца Их тоже меняем Ну что мы делаем Мы делаем следующее Сдергиваем вниз фильтр Снимаем вот эту резинку Снимаем вот эту резинку И снимаем вот эту резинку А вот теперь мы промываем колпак Кто как Я очистителем карбюратора Все Устанавливаю новую резинку Под фильтр на колпак Устанавливаю новую резинку Среднюю И устанавливаю новую Нижнюю А вот теперь Берем фильтр И вниз Вот этим белым кольцом Устанавливаем его на место Все Смазываем либо маслом Либо силиконом Я смажу силиконом Кольцо И перекручиваю Вставляю И наживляю А вот теперь можно заливать масло Масло Также беру Оригинальное А 30 989 97 01 3 А 4 Это 5 литровая банка Вязкость масла Идет Вязкость масла Вязкость масла По моему По 530 Здесь не указано По допуску 229.51 И также нам понадобится Еще литровая Баночка на доливку Номер для заказа Номер для заказа А 3 0 989 971 3 А 6 Это литровая банка Тоже вязкость не указана Пробка идет на пломбе Но без золотинки Номер для заказа И выливаю Половину Литровой банки Запускаем Даем отстояться И выставляем уровень Можно завести Ну а теперь глушим И даем стечь Масло Пока оно будет стекать Мы заменим Салонный фильтр Открываем Пассажирскую дверь И под бардачком Снизу открываем лючок Для замены Салонного фильтра Пили у нас посыпется Вот крышка С двух сторон Отщелкиваем защелки Со второй стороны Защелку уже кто-то Сломал Ну что Будем добираться Хитрецы Отломали полностью Сделали сюда Вот такой зажим И что Надо будет Заказывать Новую крышку Крышка Фирмы Дэнса Хотя Мерседес Это быстрее всего Фильтр Используется Фирмой Дэнс Ладно Это не важно Сейчас пока Мы поставим Эту А потом Мы ее Заменим На новую Вот он Фильтр Цепляем И вытаскиваем Сюда Беру Фильтр Фильтр Оригинальный Номер покажу А246 830 0018 Стоял Фильтр Фирмы Фильтрон А это Оригинальный И он имеет Вот такую Пластиковую Кассету Сверху И снизу А фильтр Этой кассеты Не имеет Вставляем Его В гнезду Все Фильтр Стоит На месте Вставляем Крышку Сниму Пока Вот это Приспособую Ихнюю Ну и теперь Защелкиваю И ее Ну а В следующий раз Закажем И уже Установим Новую Крышку Все Салонный Фильтр Заменен В принципе Меняется Легко Идем Меряем Уровень Масла Ну думаю Пока Менял Салонный Фильтр Масло Уже Сбежало Достаю Щуп Протираю Его И меряю Уровень Масла Выше Середины Масла Я больше Доливать Не буду Пока Оставляю Так В общей Сложностью Ушло 5,5 литров Сейчас Гляну Насколько Нет Чуть Больше 5,6 литров Я залил А это Останется На доливку На следующий раз Закрываю Крышку Все Замену масла В двигателе Масляного Воздушного И салонного Фильтра Я закончил Всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому